Можете нам рассказывать, на ваш взгляд, зачем вы приедете? Почему другие приезжают люди, которые вполне все состоялись в России, нашли себя, да? Вот они зачем-то приехали сюда, не просто даже воевать, они приехали сюда умирать. Да. Я бы не сказал, что они приехали сюда умирать, но они приехали сюда с безусловной готовностью это сделать. И вопрос, ради чего и зачем, он всегда поднимается, рано или поздно каждого из нас об этом спрашивают. Зачем ты туда поехал? Ну, что я могу сказать? Однозначно на этот вопрос ответить очень тяжело, как минимум потому, что вопрос этот очень сложный, у каждого человека он очень личный. Первоначальный толчок приехать сюда, он, я думаю, у всех, кто стал добровольцем, более или менее сквозь. И каждый из добровольцев, на самом деле, шел к этому долго. Решение принял быстро, но шел к нему долго. Ну, во-первых, прежде всего, человек, видя то, что здесь происходит, он просто в один прекрасный момент понимает, что он не может быть от этого на расстоянии, что он не может на это не реагировать, что он не может быть в стороне, втягивается он в это дело не сразу, чаще всего. Чаще всего он начинает с малого, начинает собирать гуманитарную помощь, начинает помогать людям, другим, которые уже сюда едут, переходить через границу, помогает им экипироваться, ну или, как было где-то год назад, просто помогает перейти границу, потому что с этим бывают иногда проблемы. А потом в один прекрасный момент он принимает решение для себя, он просто понимает, что уже сам он в этом не участвовать не может. И он бьется за оружие, он приходит сюда, он вступает добровольцем в армию Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, ну, в армию Новороссии. Начинает уже воевать, начинает уже принимать участие в боевых действиях, начинает участвовать во всем этом, точно так же, как участвуем мы все, кто носит форму. Кто, антенна, гайся, ну. Давай, ты можешь как бы рассказать, что мне? Шашку за мной. Подожди, стой, 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 стой. И один набор. Ты сколько взял, оба? Три. Три? Три. Выстрел! Далее в действие идут более глубинные мотивы, какие-то совесть, человечность. Такой мотив, как патриотизм, просто патриотизм, который вытравливали из нас 25 лет, но вытравить не смогли, потому что это чувство из русского человека вытравить нельзя. И если это получается, то он просто перестает быть русским человеком, и все, он становится кем-то другим. А если он остался русским, то патриотизм в нем может максимум спать. А он взял и проснулся, когда начала литься братская кровь, когда вот совсем рядом начали гибнуть дети, женщины, и все эти люди говорят с тобой на одном языке, и все эти люди, может быть, даже твои родственники, друзья, близкие, ты их знал до войны или ты их не знал. Патриотизм просыпается, ты вдруг чувствуешь себя частью огромного народа. Дэн, кидай! Граната, ложись! Ну и третья причина. Может быть, она прозвучит немножко неожиданно. Но я начну немножко издалека. Когда-то давным-давно другого добровольца по имени Эрнесту Че Гевара спросили, а каково качество, главное качество истинного революционера? И он совершенно неожиданно ответил, это любовь. Вот это качество, оно тоже двигает многим. У всех здесь есть что-то, что они любят. Или кто-то. И вот это они защищают. И это на самом деле нормально. Я просто хочу донести одну простую мысль. В том, что мы пришли сюда добровольцами, нет ничего странного, нет ничего аномального. Это нормально. Просто еще раз повторюсь, за последнюю четверть века нам внушали извращенные критерии нормальности. А сейчас мы возвращаемся к нормальным критериям нормальности, извините за тавтологию. И это возвращение выглядит так. Оно выглядит как поход добровольцам на войну, как взятие в руки оружия. Ну, болятец. Сейчас, боже, бальвы еще не знаю. Вышла группа еще. И воган, ранило воган. что я оставил там там не оставил мать для меня это тяжелый вопрос ну а что сделаешь я не один такой на самом деле в общем-то наши предки когда уходили на войну у них ты у тоже оставались родные ну а что делать в конце концов можно сказать что я воюю за нее тоже ну я принадлежал к среднему принадлежал к среднему классу можно сказать потому что в россии под этим понимается конечно я не бедствовал не шиковал в общем-то особо ни на что не жаловался некоторые когда уезжали оставляли в ростове ну и не только в ростове оставляли в россии бизнес некоторые оставляли карьеру вот принято считать что у нас два бизнесмена лишены социальной ответственности во все политические взгляды чувство родины это штаб понятно ну да пола расскажите про вот этого парня ростовского бизнесмена который погиб от широкого ну что что знаете пытаемся покопать дальше узнаю я о нем немного на самом деле я с этим человеком знаком не было написал я о нем потому что он мой земляк вот и потому что публикации которые пошли в прессе после его гибели ну скажем так они меня задели опять же начал активно задаваться тот же самый вопрос зачем ему это нужно что он там потерял вот он бесит бесился жиру вот он сошел с ума ну понимаете мне просто стало неприятно зато как говорят об этом человеке несмотря на то что я знаком с ним не был он был мой земляк и он был мой брат по оружию а человек этот он служил в широкино служил хорошо его представили к медали в тот день когда он погиб он должен был эту медаль получать во второй половине дня в первой половине он поехал на это задание насколько я знаю он доставлял воду и bk на передовые позиции попал он засаду уже на обратном пути в тот момент они двигались по опасному участку трассы те кто знают что такое широкино что такое новоазовск они поймут вообще о чем идет речь о том какая туда ведет дорога и насколько опасно по ней ездить ну вот на этой дороге он попал засаду и погиб должен был получить награду ну видимо получил награду иного рода я на это все смотрю со своей можно даже сказать религиозной точки зрения человек который участвует священной войне попадает в рай ну я так считаю а то что для русского народа эта война священная лично для меня это никаких сомнений вечно ему память что я могу сказать вечная память всем здесь погиб и добровольцам и добровольцам всем кто защищал эту землю а а